суки русь российский лес про древний египет знаем знаем до нашей эры чудили они там пирамиды строили древняя греция до нашей эры знаем знаем ахиллес трое милай агамемном рим до нашей эры в курсе в курсе а что здесь что здесь то на руси было начинается вся история руси с человека по имени рюрик чё за рюрик откуда вообще как зачем и это все начинается в каком в девятом веке нашей эры а до этого что я предлагаю в этом во всем поковыряться потрепыхаться и что-то что очень глубоко зашел в лес но есть компас простым языком все то пространство где сейчас находится евразия когда-то тысячи лет назад это был один сплошной ледник потом этот ледник начал таять и растаял что здесь за земля то было леса до степи северная часть нашей росси и п покрыта лесами южная покрыта степями постепенно начинает поселяться какой-то народ чё за народ с юга одни с востока другие с северо-запада финны подтягивались и постепенно начиналось какое-то заселение возле рек какие-то племена образовывались все прекрасно речка можно построить какую-нибудь хижину рыбешку ловить какую-нибудь жар птицу подстрелить похавать но всегда происходит какой-то бардак то одни напали то вторые то третье скифы сарматы годы авары а эти племена они особо не хотели воевать и к земле они не были привязаны потому что земли много и когда какие нибудь годы скачут для того чтобы всех разлохматить эти местные ребята готовы стоп 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 хотите землю мы рыбы наловили кушайте на здоровье мы не паримся и пойдем куда-нибудь дальше и эти племена они отдавали землю захватчикам а сами чесали куда-нибудь в глубь леса и там опять основывали новое поселение и таким образом зарождалась эта территория людьми и кровь то постоянно менялась то одни прискочат всех там ограбят и как говорится другие через 50 лет прискакали тоже там всех их покачевряжили через 200 лет еще одни крутышки перескакали всех их да у них был секс а как по другому и связи с вот этими различными сексами постоянными то с одними то с другими то с третьими с десятыми сто с тридцать пятыми и возникают нынешние физиономии мы постепенно передвигаемся в девятый век нашей эры на территории нынешнего киева это было очень удобное место где можно было собраться все вместе на лодочках по днепру дойти до черного моря и по черному морю доплыть до византийской империи а именно до города царьград этот же город константинополь сейчас там турция стамбул а до этого византийская империя греция православные ребята киев первый город где было очень удобно всем собраться этим племенам и отправиться для торговли в византию при этом конечно это были очень опасные походы потому что во время того как ты плывешь до города константинополя постоянно какие-то происходят набеги азары то амары то азаматы короче всякие были разные персонажи которые хотели тебя постоянно ограбить во время этого пути вроде бы нормально есть территория есть люди а управлять то людьми некому нету достойных умных и сообразительных товарищей которые бы грамотно управляли начинающим государством тут и нарисовывается примерно в восемьсот шестидесятом году примерно рюрик что за тип откуда он нарисовался как нам рассказывает повесть временных лет кто не врубается что это это единственный источник исторический где описываются различные события связанные с рождением руси как раз таки с рюриком с нашим с него все это начинается по сути это сказки былины мифы но все же та информация которая в учебниках по истории школе вот оттуда вся информация из повести временных лет русославяне сидят и не понимают как им жить дальше все есть люди есть земля есть править землей неким они отправляются к викингам приходят к ним играть дорогие уважаемые викинги у нас есть земля у нас все есть но нет управителя дайте нам кого-нибудь из ваших кто бы с удовольствием бы правил бы нашей землей викинги переглядываются горит на ее макарёв дело за житейская о рюрик подоги сюда рюрик подходит ему там пацаны говорят викинги юрик ну чё делать бери братьев своих до шуруй на русь будешь там править рюрик говорит хорошо с тех пор рюрик открыл эту династию рюриковичей и был первым князем на руси возможно все было по-другому скорее всего и викинги сами сюда приперлись и сказали все вот рюрик остаешься будешь здесь за старшего с братьями когда базара ноль а те даже и не сопротивлялись возможно это было еще как-нибудь по-другому но опять-таки это все возможно но не судило то что рюрик сюда пришел это естественно факт то что он викинг это тоже по-любому были еще два кореша у рюрика одного звали дир другого аскольд они что-то не поладили с рюриком и послали его куда подальше говорят сидим в своем новгороде княже а мы пойдем вообще на византию на константинополь у нас амбиции посерьезнее чем у себя и они такие крутышки пошли в сторону константинополя идут смотрят киев думать ничего себе нормально городишко такие постучались кто старше здесь старших нету если хотите давайте вы будете за старших они кичу обосновались в киеве и уже почувствовали себя серьезно если до этого они были так себе разбойнички и у них были намерения прийти в константинополь и там повоевать немножко то здесь они уже как правители собрали армию во первых прочистили путь до константинополя если до этого были постоянные квесты набеги и ограбление то сейчас они всех тех засранцев которые не давали никогда спокойно проплыть до византии они всех их раз мутузили как раз таки этот путь и называется из варяг в греки приехали в константинополь городишки которые были рядышком с царьградом царьград и константинополь это одно и то же они там все это разграбили константинополь дал им какие-то дары какую-то дань говорит ребят давайте все будет нормально подпишем пакт чтобы вы больше на нас не наседали можете нормально торговать все будет у нас в елочку и все аскольд с диром засели в киеве и чудно правили там в это время у рюрика рождается сынок игорь а сам умирает ничем особо рюрик не отличился после себя он дает правление своему родственничку другу которого зовут олег вещего олега помним это этот олег олежа неплохой такой поцик и вещем его обозвали скорее всего потому что он такой был стратег продуман он не особо хотел махать мечом кого-то убивать его задача была объединить все так называемый княжества которые уже образовались на этой территории и он потихонечку в каждый город стал подтягиваться и своих людей там оставлял за правителей там своих там своих там своих там своих и вон там тоже своих но главная эта цель была какая киев он подходит киеву а те-то хорошо сидят аскольд с диром нормально там засели такие козыри сидят у них и дружина своя все чики-пуки олег подъезжает киеву но не хочет воевать хочет все хитростью сделать красиво он в своей лодке сел подозвал какого-то там местного играть слушать позови местных ваших правителей я купец богатенький вообще с новгорода там с посланием пришел и даров у меня так много но я что-то приболелся я же не могу еще двух слов связать не ходить ничего не могу пускай придут мне тут и бисер все там и в подарок есть передали правителям киева о том что приехал такой человек который готов подарить что-то какие-то дары дань какая-то они такие веселые спускаются подходят ничего это здорово там я держу и аскольд по вылезали дружинники и всех ну не всех а их двух завалили олег такое достает молодого игоря игорь это сын рюрика игорь таймли это сын рюрика нашего князя все никто чтоб не выламывался править пока игорек не вырастет буду теперь я я за старшего и все говорят окей окей мы тихонечко себя ведем и олежа объединил все княжества игорька не трогал не убивал хотя может быть и убил он этого игоря а потом родил своего игоря и назвал его игорем может быть и такое могло быть кто его знает ну по крайней мере в летописях нигде не описывается какая-то вражда его с молодым преемником что делает олежа еще он собирает огромное войско и плывет в константинополь а чтобы вы понимали на тот период это был центр мира центр всей вселенной там были бабки откуда бабло торговля и поэтому все конечно стремились туда там все крутилось вертелось олежа плывет с огромным флотом подплывает константинополю все-таки ух типа ничего себе какой-то серьезный паренек и скорее после этого уже стали относиться серьезно к руси стали уже нас как-то обзывать до нас называют русы мусы пусы олег приплыл в византию чтобы те понимали какой он крутой парень и он подписал с царьградом некое торговое соглашение все честно по закону по понятиям и по красоте да есть предание о том что вещи олег умер от своего коня это описано в повести временных лет знаю что эту историю так неохота и рассказывать банальность такая еще ему предрекли когда-то что умрет он от коня своего он удачи убил своего коня и за день до смерти своей увидел черепушку своего коня так наступил на ее поржал оттуда вылезла змея и тяпнул его он коньки отбросил естественно это красивая сказка а может быть и было так на самом деле решайте сами вы что дальше игорёчек у нас вырос сын рюрика а может быть сын олега а может и правнук рюрика короче судя по повести временных лет по любому там что-то не сходится но неважно игорь игорь все хватит в общем этот игорёчек рюрикович уже чё греха стоить постоянно плавал в константинополь все хотел их нахлобучить с ними повоевать то соглашение какие-то новые подписывал то они его посылали нафиг то что-то там еще и чудо там еще был таким засранцем жестоким очень всегда любил когда много-много бабосиков у него было в целом от этого он и и умер есть такое древля не еще местность он постоянно брал у них дань к ним один раз пришел и год так дайте мне вот да не столько они ему дали идет обратно потом думать надо бы счет да не у них немножко взять и пришел к ним еще раз заданию год я хочу еще чтобы мне дали да не они готовы спадена возьми еще дали спасибо он опять идет домой потом думать мало взял у них да не нет ребят ну и идите я пойду взял с собой человек 20 дружинников эти ребята у кого он брал дань а они были древляне рядом с киевом городок они увидели то что он всего с 20 воинами и убили его вообще взяли привязали его к дереву так так пациент на две части его разорвали и все идут в киев а в киев и его жена ольга и его маленький щенок сынок по имени святослав сейчас секундочку да святослав они приходят к ольге и говорят ольга а ольга она очень известная дама святая если вы не в курсе но жестокая они пришли твой муж игорек нас заколебал вот со своей данью и мы разорвали его на части теперь ты будешь нашего князя будешь жена а твой сын ну наверное его зарежем она ведь хорошо окей я согласна на хитрая такая была сучка давайте так чтобы торжественно было вы садитесь на свои ладьи ладьи это лодки сейчас мои ребята придут и они вас понесут на ваших ладьях что вы как козыри зашли в киев они кином нормально она придумала они садятся в свои лодки приходит дружина берет эти лодки несут а киевляне до этого уже выкопали огромные ямы они покидали эти лодки в ямы с этими послами и закопали и это был только первый жестокий инцидент со стороны ольги потом она сама пришла к этим древлянам а те еще не знают что их посланников закопали в землю и говорит ребята давайте все вместе отпразднуем гибель моего мужа игоря где его тело о боже господи господи такого еще не было о перун о великие идолы и другие всякие разные языческие боги а давайте тусить помянем моего мужа весельем и пляской древляне набухались и пьяных дружинники киевские их порезали и на этом же она не остановилась она говорит древляне древляне давайте мир мир все мир я больше не буду мстить за своего мужа единственное что я хочу последний это дань пришлите мне по три голубя по три воробья 3 синицы 4 куницы в дар это будет дар с каждой семьи по столько-то птиц они думают фу нормально наловили птиц эти птицы в дар привезли в киев для ольги ольга этим птицам что-то такое подложила воспламеняющая подожгла и эти птицы все полетели куда домой вся эта деревня сгорела потом она пришла и геноцид конкретный устроила вот такая была жестокая девчонка жена игорька игорек помним сын рюрика она его жена вырастает света не живите свято полкова завода святослав святослав сынок игорька внук рюрика он такой челик который не хотел править он хотел воевать он постоянно ездил в византию грабил какие-то ближлежащие города с византии граничила болгария был момент какое-то было соглашение у него с византии византийцы говорят давай бит тебя на имел бабок не заплатим а ты болгаров они заколебали потому что святослав приезжает в болгарию всех там пел-пел-пел-пел расфигачивает очень легко ему это удалось но депеша от мамы ольга в киеве она бит святослав сынок давай домой ублюдки печенеги а печенеги постоянно они нападали на нас они были такими кочевниками у них не было ни своих земель ничего просто балбесы которые постоянно на всех нападали и всех разграбляли это печенеги святослав бросает болгари а он короче захватил болгарию такой крутой граница до византии там вообще ни о чем и он бы так константинополь тусанин теперь ты будешь следующим и в этот момент мамаши ему говорит давай домой печенеги все дела он возвращается домой с печенегами договорился даже без войны матушка ольга умирает он нанимает печенегов как еще одно войско прежде чем отправиться в свой последний поход он думает блин говорит надо же править этим государством а у него было три сына ярополк олег еще один щенок который был младшим сыном но не особо считался потому что он был сыном от рабыни ярополка гай так ты будешь в киеве олег ты вот там где древляне будешь там княжить а ты мой маленький отпросок от рабыни владимир врубайтесь дачу за владимир а ты в новгород лоська давай ты в новгород болгария там дыске мудыска него все это не успешно те печенеги которых он нанял всех их перерезали он потом едет обратно кочует ночует зимует и в итоге по пути домой печенеги схватили его и дали ему еще дюлей и убили его и все у нас остаются кто три брата ярополк олег и владимир как сложится судьба у этих братьев это уже следующая история следующее видео если вам интересно было слушать эту историю и вы хотите продолжение а продолжение есть она очень интересная вот если хотите то напишите в комментах и я расскажу о продолжении тех всех событий которые проходили на руси на наши спасибо всем что видео это досмотрели до конца ставьте лайки а подписывайтесь на этот волшебный канал и а с удовольствием смотрите все те видосы которые уже были сняты до этого а до этого вот до этого видоса снято на этом канале немало видосов немало и все они очень интересные познавательные и непознавательные и 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 Продолжение следует...